Перед войной заметного антисемитизма в публике не было. Царский уже осыпался, а Сталинский еще не созрел. Вопрос не обсуждался. В ближайшей кампании друзей, ежедневных и неразливных, я понятия не имел, кто еврей, кто нет. Также на фронте, в штабах, офицерских кругах, требующих грамоты, службах и духу расистского не было. Однако вирус не сдох, а затаится. В бесписьменных и мотоязычных недрах пехоты об евреях знали по старой наслышке, что змей народ. А спроси солдат как-нибудь на перекуре хотя бы. Встречали они евреев? Дома, в деревне? Нет. Но знают. Все говорят. А, вроде хоть евреи есть. О, Гришка-то! Как по команде землисты окопные портреты омываются улыбкой. Шуруп заводила. На чем хошь сыграет. И пленного допросит. Через пень колоду договорится. А как старшиной изображает, обхохочешься. Но это свой. Кто ж Гришку-то не знает. А там евреи все они. Ум какие! Своему, значит, глазу меньше доверяете. А между тем с единственным знакомым евреем вы не за пивом стоите, не в домино играете, а дымитесь на передовую. В такой войне. Где же еще человек так раскрывается? В крепко потрепанных полках дивизии ротами командовали сержанты. Может быть, газетные офицеры и меньше их разумели в практике ведения боя. Но лейтенантские погоны внушали бойцам уверенность. Да и рассуждать не приходилось. Существовала железная договоренность между оперативным и политотделом насчет миграции таких офицеров. В стрелковой дивизии, у дельного комдива, разумеется, сачков не бывает. Всякий писарь-повар не расстается с автоматом. И в тяжелую минуту мигом оказывается на передовую. Так и немногочисленные лейтенанты штабных служб. Связь, химзащита, артснабжение, боепитание, картограф, шифровальщик. Как и мы, пара газетчиков, временно, до пополнения, затыкали с собой дыры в командном составе. Не положено, но так решил наш комдив. Практиковалось ли это в других дивизиях, не знаю. И вот приходишь в батальон, где хорошая рота не наберется. Однако отведен участок, и задача ставится на батальон. Накануне убили любимого комбата. Красавец, душа нараспашку, русый чуб из-под кубанки. Безумная храбрость, которая действительно города берет. На десять шагов впереди контратаки, в рост, вперед за мной, и убили. Смотрит на тебя батальон колючими глазами. И этот вот обрамчик вместо нашего Сашеньки. Встречу кожей чувствуешь. И уж, конечно, не стараешься понравиться, угодить. Знаете, ухмылка из-за ушей, похабная шутка, отец-командир, ложка из-за голенища и в солдатский котелок. Не дождетесь. Холод, сухость, дистанция, по уставу. Хозяева идиотские несправедливы, да и гость в тон ответил. Не забудьте, по-нынешнему это все ребятишки, лет по двадцать. Прошел по обороне, всем недоволен. Правда, ни разнос, а ни маток. Тихо, презрительно указывает неграмотным ротным, что делать. Тральшею докопать до полного профиля по бастионной системе. Тут огневую для крупнокалиберного пулемета с фланговым обстрелом. К обеду закончить и доложить. Озлобление, как запах, в воздухе висит. Прямо враждебность не проявишь, попробуй. У комбата очень много прав. Но и в рамках устава славяне умеют отвести душу. Подчеркнуто тянутся с одеревеневшими рожами. Не дать мне взять иван-дурак перед нерусским начальством. Ну и крякают свою, есть так точно. Тоже особ с троевым дубовым голосом. Идешь к минометчикам. Старший на батарее бежит навстречу, газыряет с кадровым шиком. Подносит к пилотке кулак и резко раскрывает ладонь. Но тут по ходу сообщения догоняет невинная, казалось бы, фраза. Фролов к командиру роты. Но произнесенная картава с жутким местечковым акцентом. Примерно так. Фролов к командиру роты. И это вызывает ненаказуемую веселую искорку в каштановых, хохлатских глазах минометчика. Пустяк мелочи. Клопиный укус такой слабенький, трусливый. А ты ошарашен. Оказывается, и в тебе веками дремлет этот вирус вечной опасности и обреченности. Кто-то травимый, настигаемый, вопит. Убьют. Беги за горы. К другому князю. За океан. Стыдно. Что ж тут так ошеломило молодого, благополучного офицера, удачливого, в общем, под огнем и в службе? А то, что это вот невесомая шуточка, означает отношение к не таким, что в итоге позволяет костры и печень. Продолжение следует...